Санкцию МППК, ВПК Сергей Гореславский источник, фотография, из личного архива В мире отмечается устойчивый рост интереса к российскому вооружению и военной технике В период с 18 по 22 февраля 2015 года в Бангалоре, Индия Прошла международная авиационно-космическая выставка Аэро Индия 2015 В ней приняли участие свыше 600 компаний из 33 стран В том числе 295 компаний из Индии 41, из России Рособоронэкспорт, единственный в России государственный спецэкспортер всего спектра продукции Услуги технологий военного и двойного назначения, входящих в госкорпорацию Ростех Минус представил актуальные модели авиационной техники и средств ПВО Различные программы модернизации А также обсудил проекты по организации совместного производства вооружения и военной техники На вопросы главного редактора газеты «Военно-промышленный курьер» ответил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гориславский, возглавлявший делегацию компании на выставке Как вы оцениваете только что завершившуюся 10-ю международную авиационно-космическую выставку Это не только очень эффективная площадка для согласования планов, уточнения алгоритмов работы с местными партнерами и заказчиками, но и серьезная международная оружейная выставка У нас здесь состоялись встречи с представителями Министерства обороны Индии и руководством ведущих индийских компаний Можно сказать, что достигнуты договоренности об активизации работы по целому ряду известных направлений, по разработке истребителя пятого поколения По начальному этапу выхода в новом формате на реализацию проекта по организации здесь разработки и производства вертолетов на базе К-226 В целом в высокотехнологичной авиационной сфере мы реализуем с Индией наиболее крупные и амбициозные проекты Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии политике покупай и делай индийское, направленной на развитие национальной оборонной промышленности Именно совместная разработка и производство техники являются ключевым вектором в развитии стратегических отношений и показателем высокого уровня доверия между нашими странами Очень важно отметить и то, что на выставке нами проведены мероприятия, которые в будущем позволят работать в Индии даже, так сказать, на местном уровне Так, были установлены контакты с руководством ряда крупных штатов, проявляющих интерес к закупке некоторых образцов российской продукции военного и двойного назначения И мы рассчитываем, что комплексные предложения расобороны экспорта по системам безопасности будут востребованы в различных регионах страны, к примеру в штате Антхропрадеж В общем, мы с удовлетворением отмечаем, что Arrow India занимает все более весомое место в международной выставочной деятельности И потому нам удалось использовать этот фактор для проведения здесь серии переговоров с нашими действующими и перспективными партнерами по ВТС Например, с делегациями из Бахрейна, Индонезии, Малайзии и некоторых других стран Какое вооружение и военную технику Рособаранэкспорт представил в Бангалоре? Рособаранэкспорт представил на Arrow India весь спектр российской продукции по тематике выставки, самолеты, вертолеты, средства авиационного поражения и так далее Были проведены десятки презентаций, в том числе по системе «Безопасный город» Как известно, в основе наших предложений лежат возможности, ранее использованные при обеспечении безопасного проведения Олимпийских игр в Сочи К слову, в рамках этих же предложений мы рассчитываем добиться положительных результатов и, в частности, в работе с Бразилией, которые готовятся к проведению Олимпийских игр в 2016 году Мы рассказывали нашим региональным партнерам АПЗРК ИГЛАЭС, ЗРК ТОРЭМ-2КМ на базе шасси ТАТА Индийского производства, ЗРПК «Панцирь-С-1» и ЗПРК «Тунгуска-М1», которые участвуют в пяти различных тендерах Министерства обороны Индии и имеют высокие шансы на победу Внимание специалистов также привлекла предлагаемая Рособоронэкспортом программа модернизации стоящих на вооружении индийской армии ЗРК С-125 до уровня Печора-2М Так что эта выставка стала хорошим подспорьем для продвижения российских средств ПВО, в полной мере отвечающих потребностям индийских военных и обеспечивающих надежную защиту от всех основных воздушных угроз К слову, по этой теме у нас было некоторое затишье, однако уверен, что в ближайшей перспективе мы выйдем на взаимовыгодные соглашения Повлияли ли известные санкции на экспорт российской продукции военного назначения? Несмотря на санкции, спрос на российскую продукцию военного назначения и технологии не только не снижается, но растет в разных регионах мира, причем среди как традиционных, так и новых партнеров Рафаэлл Приобрести у России Су-30МКИ, которые успешно эксплуатируются в ВВС Индии Выполнен ли заключенный в 2012 году контракт по поставке истребителей Су-30МКИ? Вопрос о Рафаэлях следует адресовать Министерству обороны Индии В целом, насколько известно, правительство Индии в ближайшее время примет решение о судьбе контракта на закупку 126 французских истребителей Рафаэль Контракт до сих пор не подписан, почти в два раза, до 20 миллиардов долларов возросла его цена, а также есть разногласия относительно глубины передаваемых технологий Со своей стороны могу сказать, что если Индии потребуются дополнительные истребители Су-30МКИ, то мы готовы к проработке такого соглашения, но для этого необходим запрос от индийской стороны Подчеркну, российские производители авиационной техники принципиально готовы к тому, что в Индии могут отказаться от сделки по приобретению Рафаэлей в пользу российского истребителя Если индийские партнеры решат увеличить количество Су-30МКИ, выпускаемых по лицензии, или обеспечить дополнительные инвестиции в совместный проект разработки и производства истребителей пятого поколения, то российская сторона готова к этим шагам Но пятое поколение – это еще перспектива, а Су-30МКИ – живой, реализуемый сегодня проект Что касается выполнения текущего контракта на поставку имущества для лицензионной сборки самолетов, то все идет в строгом соответствии с согласованным графиком Кстати, Су-30МКИ обладает конкретным преимуществом в том плане, что он уже является основой военно-воздушной мощи Индии Помимо этого, в стране развернуты мощности по производству, обслуживанию и капремонту Су-30МКИ Поэтому решение в пользу Су-30МКИ будет гораздо экономичнее для индийской стороны Что до ТТХ, то тут нет секрета – наш истребитель существенно превосходит французскую машину Но мы с уважением отнесемся к любому суверенному решению индийской стороны На каком этапе находятся работы по адаптации российско-индийской крылатой ракеты «Брамос» на выпускаемой в Индии по лицензии истребитель Су-30МКИ? В настоящее время индийскими специалистами проводится доработка выделенного ВВС Индии самолета Су-30МКИ Для установки на него ракеты «Брамос» в соответствии с конструкторской документацией, разработанной специалистами Сухого По имеющейся у нас информации, первые пробные пуски ракет «Брамос» предполагается провести до конца квартала текущего года Какова доля участия РФ в проекте по созданию первого собственного индийского авианосца «Викранд»? Планируется ли подписание контракта на закупку вертолетов К-31 под «Викранд»? В 2006 году мы подписали контракт на разработку технического проекта размещения авиационно-технических средств на корабле, который был выполнен в 2009 После получения заявки от индийской стороны в 2011 году заключен генеральный контракт на оказание технического содействия по оснащению корабля авиационно-техническими средствами Он включает поставки необходимого оборудования и его монтаж на корабле, проведение испытаний и т.д. Работа по этому контракту ведется В этом году планируем подписать дополнительные соглашения по поставкам оборудования Что касается возможных поставок российской вертолетной техники для «Викранда», то этот вопрос пока не обсуждался Мы готовы предложить вертолеты К-31 с улучшенными характеристиками Их модификации успешно эксплуатируются индийскими ВМС, поэтому закупка новых вертолетов была бы логичным шагом В какой стадии находятся сегодня работы по созданию совместного российско-индийского истребителя пятого поколения, ОКР или НИР? Когда возможно создание первого прототипа Работы по созданию совместного российско-индийского истребителя пятого поколения осуществляются в соответствии с положениями межправительственного соглашения Мы выполнили первый этап по разработке эскизно-технического проекта Сейчас заканчиваем согласование контракта на последующие этапы, в том числе на разработку конструкторской документации, постройку опытных образцов, проведение испытаний и сертификации По техническим вопросам в основном все решено Завершаем проработку коммерческих параметров контракта Казалось бы, этот процесс затягивается Но мы исходим из того, что нужно обсудить все тонкости, согласовать все детали И рассчитываем на подписание контрактных документов в обозримой перспективе В какой стадии находится работа по созданию совместного многоцелевого транспортного самолета Вопросительный знак Когда планируется подписание контракта на ОКР В соответствии с генеральным контрактом, подписанным между ОАО ОАКТС и ХАЛ С одной стороны и совместным предприятием С другой, предусматривается двухэтапная реализация проекта Первый этап – предварительное проектирование, в ходе которого подтверждается возможность выполнения тактико-технического задания И определяются основные требования к системам Второй этап – это опытно-конструкторские работы Первый этап реализован Сейчас стороны планируют перейти ко второму и заключить соответствующие соглашения на выполнение ОКР К настоящему времени, в ходе реализации проекта по совместной разработке многоцелевого транспортного самолета Российские и индийские инженеры выполнили этап предварительного проектирования самолета Результаты предварительного проектирования самолета находятся на конечном этапе их оценки индийскими ВВС В целом производство российско-индийского многоцелевого транспортного самолета МТА может быть развернуто уже к 2018 году К постройке планируется 205 самолетов МТА-100 для ВВС России, 45 для ВВС Индии, 60 для потенциальных покупателей из третьих стран Когда будет реализован опцион, подписанный в 2012 году на поставку дополнительной партии военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 по контракту от 2008 года До конца года мы планируем завершить поставки Кроме того, с индийскими партнерами обсуждается возможность заключения соглашения на закупку еще одной дополнительной партии вертолетов Ми-17В-5 Сейчас все больше и больше организуется совместное производство вооружения и военной техники В данном случае и применительно к Индии в чем мы выигрываем В репутации, надежности, росте производственных мощностей, завоевании рынка Для нас какая выгода? Мы выигрываем сейчас тем, что отвечая на новые, более повышенные требования индийской стороны в рамках их принципа Покупай и дело индийское, готовы к глубокой передаче технологий И мы выгодно отличаемся от многих стран В частности, история с Рафалем и Минус вполне наглядный в этом плане пример Французская сторона не готова к передаче определенных технологий А наш потенциал в этой области более конкурентно способен Поскольку фактически по этому принципу мы работаем с Индией очень давно По сути с самого начала двустороннего военно-технического сотрудничества в 60-х годах У нас накоплен огромный опыт по созданию, совместной разработке, организации совместного обслуживания поставляемой техники И ярким свидетельством этого являются работы по истребителю пятого поколения Возможно ли закупка новых или модернизация старых МиГ-29 в ВВС Бангладеш? Мы готовы к любым формам сотрудничества Россия может как поставить в ВВС Бангладеш новые модификации МиГ-29 Так и модернизировать стоящие на вооружении истребители Ведутся ли переговоры о возможной модернизации МиГ-29 в ВВС Малайзии? Будет ли Россия участвовать в тендере на замену МиГ-29 в ВВС Малайзии? С каким самолетом? Переговоры о возможной модернизации МиГ-29 в ВВС Малайзии ведутся РСК МиГ Что касается планируемого тендера по многоцелевым истребителям, то мы пока не можем сказать, с каким самолетом будем в нем участвовать Тендерные требования не были объявлены Когда это произойдет, мы определим истребитель, который будет в наибольшей степени им соответствовать В какой стадии находятся переговоры по возможной закупке Индонезии российских истребителей Су-35? Когда может быть подписан контракт и о каком количестве машин может идти речь? Мы ведем консультации с индонезийскими специалистами О количестве и сроках подписания контракта говорить рано Однако, как вы знаете, недавно главком ВВС Индонезии вице-маршал Агусу приятно отметил, что российский Су-35 полностью соответствует требованиям Индонезии